Продолжаем наш курс «Секреты успешного трейдинга». Сегодня день 3. Работаем в той концепции, которая была. Продолжаем создавать торговую стратегию. Если будут вопросы, пожалуйста, в чат задавайте. Также задавайте их в нашем рабочем пространстве. Сейчас я открою непосредственно наше с вами пространство. И мы с вами продолжим. Я посмотрел вашу активность. В принципе, вы молодцы, что включаетесь. Сейчас я все это покажу для тех, кто может быть, к нам первый раз подключился. Еще раз. Да, кстати, а вот все, плюсик пришел. Да, я хотел сказать, что пока нету плюсиков о том, что все работает. Но вот сейчас плюсик пришел. Кидаю ссылку на файл. Сейчас плюсики пройдут. Еще раз скину ссылку на наш рабочий файл. Так, все. Есть. Итак. Вот непосредственно то, что вы уже успели поспрашивать. Я озвучу для тех, кто, возможно, не работает пока в нашем файле. Те, кто недавно подключился, подключайтесь. Ссылка в чате. Это наше рабочее пространство. Здесь мы конспектируем все, что у нас происходит с курсом. И сюда же я скидываю. Уже скинул ссылки по индикатору. Коллеги, обязательно еще раз подчеркиваю, что помните о том, что если в этом файле вы что-то поменяете, то эти изменения вступят в силу немедленно и отобразятся у всех. То есть любой из вас может удалить здесь все, что есть, и кроме вас никто это не восстановит. Поэтому если вдруг что-то вы там подрегулировали, это будет касаться в основном тех файлов, с которыми мы сегодня будем работать. Если вдруг вы что-то подрегулировали, возвратите все в исходное состояние. Поскольку если будет косяк, то в принципе, если будет тонкий косяк, я его даже найти не смогу. Понимаете? То есть если вы там... Ну, вери, как я, конечно, смогу найти, но мне придется долго копаться и разбираться, в чем накосячили. Это касается таблицы тестирования. Поэтому просто будьте чуть поаккуратнее. Я вот сейчас, например, вижу, что вот ссылку, вот тут видите, ссылка у нас была. Вот тут ее убрали, да, то есть гугловская ссылочка. Здесь не отображается теперь, как ссылочка. Вот. Что-то у нас народ подключается. Ага, ну да. Так, далее по вопросам. Какие вопросы возникали? Значит, по поводу стахастика, то есть, возможно, в следующем курсе потестим стахастик. А по поводу видео в конце курса скинем. Так, дальше вот смотрите, у нас коллеги решили написать робота, по готовой некой, видимо, заготовочки. Вот. Надеюсь, что коллеги поделятся с теми, кто соответственно не умеет писать робота. Так, по поводу, Леонид говорит, бэкап файла. По поводу бэкапа, ну тут смотрите, тут все просто. Мы скинем вам ссылочки на курс, который уже записан. Вот. Я не знаю, пишется ли этот курс. Вот. Поэтому. Ну, то есть, у вас абсолютно точно будет курс, который уже записан, который готов. Так что не переживайте, ничего там не удалится. Так. Вот. Сергей у нас пишет робота, написал, тестирую. О, Сергей, если, так сказать, вам будет поделиться, не жалко с коллегами, то кидайте ссылку, мы тоже скачаем, потестим. Ну, вернее, не потестим в плане тестирования оптимизации, поскольку в метатрейдере не всегда это бывает удобно делать. А вот то, что потестим на счете, как работает, да, и, возможно, будет этот робот использовать именно в торговле с точки зрения реализации стратегии, это да. Так. Дальше. Не получается скачать индикатор. Вопрос был. Напишите, в чем конкретно выражается неполучение. То есть, в кавычках, да, то есть, что конкретно не работает. По поводу средних, смотрите, был интересный вопрос, что если мы берем средние 5,22 на дневном графике, то нам необходимо, к примеру, сместиться на меньший масштаб, ну, к примеру, часовой, то мы можем использовать средние, соответственно, 120 и 528. Это закон, именно математический, то есть, мы просто среднюю умножаем на связку между масштабами и вполне можно. Я так делаю на аналитических обзорах. Вот у меня есть в 10.30 аналитический обзор, может, кто-то из вас был. Вот там у нас первая торговая модель, как раз основа средних, 120 на часовом, 24 на часовом. Естественно, я их переношу на пятиминутный или на пятнадцатиминутный. Ну, то есть, на любой масштаб, да, и у меня средние меняются. То есть, например, 120 часов на пятиминутном, это вообще получается 1440. То есть, вы абсолютно правильно заметили, что нужно и можно менять параметры средних, чтобы перетаскивать их с меньших, с больших масштабов меньше. Сергей говорит, а когда нужно отдать? Сколько еще занятий? Ну, смотри, тут ничего не нужно, то только если вы, так сказать, сами будете не против. Да когда угодно. У нас с пять занятий до пятницы, просто скиньте какую-нибудь ссылочку там на файлообменник, и коллеги смогут воспользоваться. И, кстати говоря, не знаю, может быть, а, ну вот эта папка, она у нас работает на загрузку. Дайте-ка посмотрим. Можете вот в эту папку кинуть с индикатором. Вот. Я ее открою на редактировании. По-моему, она только на чтение сейчас открыта. Можете на любой файлообменник кинуть. Вот. Какой вам удобен, нам просто ссылочку скинуть. Вот, коллеги Сергея, поблагодарите и пожелайте ему успехов в торговле, поскольку реально человек абсолютно безвозмездно робота может поделиться, робота может поделиться с коллегами. Значит, далее. Вопрос, как определить точку входа, если тренд уже идет некоторое время. Где гарантия того, что, войдя в рынок чуть позже, мы не попадем в точку разворота? Гарантии такой нет, это рынок. И когда мы заходим уже в отъезжающий поезд, естественно, нужно уменьшать риски. То есть, в данном случае выражается в размере позиции. То есть, если бы вы зашли в некой точке X, сейчас вот поясню, да. Вопрос очень интересный и актуальный. То есть, если, например, вы должны были вот по тренду зайти в некой точке X, к примеру, в шорт, и у вас здесь там стоп-лосс, например, был 300 пунктов в пятизначной системе, а потом цена ушла ниже, но вы не зашли, и сейчас у вас стоп-лосс уже 600 пунктов, то вы можете зайти, но вам нужно заходить вот здесь, ну, если, к примеру, здесь вы одним лотом собирались заходить, то здесь вам нужно заходить уже 0,5 лота. Вы просто должны уменьшать размер позиции. Естественно, вы в этом случае недополучите прибыль. Но, в первую очередь, вы должны сохранить риск на изначальном уровне. Так. Все, разобрались. Коллеги, пожалуйста, продолжайте задавать вопросы в нашей вкладке «Вопросы». Здесь вот сразу покажу внимание. Вот смотрите. создал вкладку «Тестирование». Вот очень вас прошу, коллеги, вот в этой вкладочке вообще ничего не меняйте. Это вкладочка, в которой мы сейчас будем тестировать, но в ней ничего не меняйте. Я вам все буду здесь показывать. Если здесь просто… Здесь формула, вот красным отмечено то, что формулами. То есть, в принципе, если хотите, можете менять потом. Вот вход-выход, потом это когда мы уже протестируем, да, там будете на досуге играться. Вот особенно, где красные вот столбцы, их вообще не трогать. Просто здесь формула. Это ладно, если вы просто их удалите, я там восстановлю. Формулы все простые. Но если бывает иногда что-нибудь свое туда впишут, там какую-нибудь тему, да, вот, то есть можно получить некорректные результаты. Поэтому вот в этой вкладочке просто оставляем все как есть, мы сюда еще подойдем и будем здесь работать. Значит, пока из этой вкладки ухожу, она пока нам не нужна. Значит, посмотрим домашнее задание, то, что сделали. Да, очень интересно по инструментам. В принципе, мне вот достаточно радостно наблюдать, что вы знаете критерии, по которым вы ищете инструменты. Причем, я заметил, что уже два человека сказали о том, что отслеживают там некоторые валютные пары, да, потому что по ним идет аналитика либо с РБК, либо смотрели преподаватели и так далее. То есть, в принципе, вы опираетесь на то, что ликвидно, о чем говорят и есть некая база, вот это самое главное, да. То есть, вы, как говорится, не изобретаете велосипед, а опираетесь на то, где проще всего достать информацию. Нормальный подход, то есть, это, в принципе, так скажем, адекватно рынку, так что так можно делать. Так, ну и вот Дмитрий торгует несколько пар, пар, пока не очень системно, то есть, нужно подобрать эффективное количество пар для своего трейдинга. Ну, в принципе, ну, со временем это все у вас будет. И Ольга торгует пары мажора из золота, пробует все. Пока учитесь, нормально, пока учитесь, можно все что угодно вообще, в принципе, пробовать. Тренд, видите, значит, средний Боллинджер, дальше каналы, нормально. Так, Дмитрий определяет, вот этот очень интересный комментарий, как определяете тренды, определяю по графику, плюс пробуй сопротивления поддержки. Что именно по графику, интересно. Вот интересный комментарий, на который тоже прореагировали. Д1 здесь на курсе, наверное, никто не торгует, эти люди уже не учатся. Вот, но по поводу Д1, смотрите, мы Д1 не торгуем, мы с Д1 берем тренд, это разные вещи. Торгуем мы на часовом, а тренд смотрим с дневного. Ну, кстати, интересно, видите, Ольга у вас тут спрашивает, А, Оксана спрашивает, поясните, что вы имеете в виду про Д1, здесь на курсе никто не торгует, вот эти люди уже не учатся. Так, и Ольга определяет тренд по Ишимоку. Очень интересно, это, в принципе, экзотика, но в каком плане, что не каждый знаком с этим индикатором, индикатор Ишимоку. Если кому будет интересно, поисследуйте достаточно интересное японское изобретение. Так, и точки входа, видите, перечень поддержки сопротивления, стахастик РСАЙ, МСД, пробой вершины после коррекции, ну, это, видимо, наша первая модель. Так, по фигурам не формализовано, не всегда могу. Вот тут, Дмитрий, реально вот рекомендую, разбирайтесь до конца докручивать. Вот как-то, вот видите, не до конца могу, не всегда могу объяснить точку входа, не совсем формализовано. Там пока вы учитесь, это вполне допустимо, но потом в итоге вы должны очень четко знать, почему вы заходите. То есть, как говорится, если вы не знаете, куда идете, то любая дорога приведет вас туда. То есть, если вы не знаете, что именно конкретно ждать, то можно зайти в какой-нибудь кривой точке входа и вообще не понимать, что вы делаете. Ну, я имею в виду в конечном итоге. А когда будут реальные деньги на кону, тем более уже там значимые реальные деньги, то начнет играть психология. Поэтому, конечно, докручивайте, когда можете формализовать, объяснить все то, что вы торгуете. Так, Ольга Пробуева, я раньше использовала фрактал, но часто зацепляется, разворачивается. Сейчас пришла на пробой зигзага. А, ну, отфильтровали. Ну, тоже нормально, в принципе, да. Так, ну, и общение по поводу чатов. В принципе, я, ну, тут почему-то чат не работает, или, видимо, в силу настроек. Но можно просто писать все, что угодно вот здесь в этом файле, ниже вот здесь в общении, и мы будем все это видеть. Еще можно делать комментарии. То есть, можно к любой вкладочке, вернее, ну, к любой ячейке делать комментарии. То есть, пишите комментарий, и его все видят, на него могут ответить, ну, как в соцсетях. Так, ну, что ж, коллеги, с этим разобрались. Давайте переходим к новой теме. Вы молодцы, что активно участвуете в обсуждении. Мы с вами, так скажем, двигаемся вместе, и не просто в виде монолога, а в виде такого вот интересного интерактивного общения. Напомню, что у нас вход мы решили оставить по 24-му каналу, а выход по 40, а, по 36-му, по 36-му, да. Мы вчера пришли к заключению, что у нас, видите, точка выхода, это на часовом масштабе, соответственно, 36-й канал, а вход оставляем 24-й. Значит, здесь нам, что нужно, давайте, так, 36-й канал, нам нужен только выход, поэтому давайте-ка мы нижнюю границу, так, можно убрать, вот так сделаем, оп, то есть мы оставим нижнюю границу 24, вот такой у нас будет канал, видите, то есть нижняя граница, так, стоп, 24, а, ну да, он там просто и 36-й, и 24-й одновременно. Вот, синий это 24-й канал, а вот это вот такая яркая, какая она, розовая или как ее назвать, она 36-я граница. То есть синий вход, ну, кстати говоря, давайте мы его сделаем красным, то есть это шорт, мы его оставим красным, поскольку мы шортим, это продажа, а выход, это открываем обратную сделку, это будет зеленый, то есть покрываем шорт, вот так сделаем. Так, 24-й, 36, все проверили, отлично. Так, далее. МСД-арсай у нас есть. Единственное, что я пока их все-таки разделю, потому что, так, потому что нам нужно будет отдельно их протестировать, чтобы они друг друга не, перекрывали. Так. Вот так оставим. Пока их тоже вот так уберем. Ну, все, значит, с этим мы разобрались, теперь нам нужно определиться с риск менеджментом. Астасия пишет, чат не работает, потому что у меня авторизованы в гугле, да, точняк. Точняк, не авторизован. И на этом компьютере вряд ли буду, вот, но на другом буду. Так что, если вдруг я в фале, можете у меня что-нибудь спрашивать смело. Так, так, 5. Размер позиции. Напомню, да, что у нас есть основные пункты, то есть мы выбрали финансовые инструменты, тренд, точку входа, точку выхода. Сейчас мы подошли к пятому пункту размер позиции. И вот сейчас давайте мы немножко на этом остановимся. Нам очень важно здесь разобраться с тем, как мы определяем размер позиции. Вот классически, задавая вопрос, например, на курсе. Как вы определяете размер позиции, можно услышать, ну, скажем так, совершенно различные варианты ответов. Как правило, мы слышим стандартные штампы, но что-то типа, я захожу в рынок, ну, да, кстати, размер позиции, может быть, стоит пояснить. Размер позиции – это каким объемом лота, ну, то есть каким лотом, сколькими лотами, каким объемом валюты я захожу. То есть, условно говоря, я покупаю один лот или два лота, или 0.1, или 0.02. Это вот называется размер позиции. Так вот, соответственно, возникает вопрос, я каким размером позиции захожу в сделку. И часто слышно, ну, некие шаблонные ответы, типа там, десятью процентами капитала. Ну, то есть, у человека, например, 10 тысяч долларов, он заходит так, что у него тысячи долларов в рынке, ну, то есть, маржа. Или там, не более трех-пяти процентов капитала. То есть, есть некие классические, что ли, такие стереотипы, шаблоны, на которые люди реагируют, но, ну, не особо, так скажем, заморачиваются вообще, почему три процента, почему пять, почему не два с половиной, почему не пять с половиной. Вот. И по поводу там десяти процентов маржи, это тоже, в общем-то, такое правило условное. То есть, оно помогает, конечно, когда вообще ничего не известно. Но есть, скажем так, ну, более грамотные в плане, именно более профессиональной схемы управления капиталом. Я сейчас расскажу про основную из них, и я надеюсь, что она вам поможет. Значит, данная схема называется «Риск на сделку». Тоже схема классическая, но очень и очень удобная. И, скажем так, в основе, лежит в основе других схем риск-менеджмента. В чем суть данной схемы? Ну, изначально у нас есть некая сумма нашего капитала. Да, кстати, вот, когда мы сейчас будем тестировать стратегию, нам нужно будет выбрать некую сумму для тестирования. Напишите просто в чат, какую сумму нам взять. Потому что я могу взять совершенно любую, да, это цифры. Ну, может быть, вам там, там, не знаю, может, у нас большинство людей сейчас торгуют на сумме там в тысячу долларов, да. Мы возьмем тысячу, а может быть, наоборот, все там с десяткой сидят. Значит, десять возьмем. То есть просто подумайте, на какую… То есть мы представляем, что у нас есть некая сумма, мы сейчас с ней будем работать, торговать эту стратегию. Поэтому вот сейчас в чат напишите, какие есть предпочтения по суммам. Я сейчас просто из головы беру какие-то круглые цифры. А там вот, условно, всегда классический пример, там, десять тысяч долларов. Раньше это было 300 тысяч, теперь это, видите, у нас уже 600, больше 600. Раньше эта сумма, в общем-то, была более, так сказать, популярной. Сейчас 5, в основном, для примера, хорошо идет. Ну, значит, сейчас пока не суть. Вот у нас есть некая сумма, и нам предстоит некая сделка. Вот давайте сейчас представим себе ситуацию, что вот мы реально, ну, к примеру, вот хотим купить евро. Ну, реально хотим совершить сделку и представляем, вот где бы нам тут зайти, и проанализировали, и раз-раз, и вот пришли к выву, что будем покупать, ну, ну, здесь вот, например, у верхней границы канала. То есть поставим buy stop. Что в этом случае происходит? Мы собираемся ставить buy stop по вполне конкретной цене. 13,798. Ну, тут у нас 13, ну, 13,80 давайте возьмем, 1,13,80. Вот канал. Верхняя граница канала, вот на 1,13,80. То есть что получается? Что у меня есть точка входа 1,13,80. Вот здесь я собираюсь купить. Я еще пока не купил, я только собираюсь. Мы планируем сделку. Далее, купив здесь, я должен задать себе вопрос, а где же у меня стоп-лосс? Вот по нашей стратегии, например, по каналу мы на восходящем тренде вот здесь покупаем. А где у нас стоп-лосс? У нас стоп-лосс, ну, в данном случае вот 24, канал 36, да, то есть они вот на одном уровне идут. То есть мы понимаем, что у нас вот 36 канал выход, это вот здесь вот у нас стоп-лосс. То есть значение 1,13,38. У нас есть стоп-лосс. Вот здесь 1,13,38. Вот у Оксаны хороший комментарий. Как правило, новичок не имеет желания сливать свой капитал и первый счет очень небольшой. Как торговать у тебя всего лишь 100 долларов? С большими суммами все понятно, там проще, а на маленьких счетах сразу срабатывают стопы. Вот сейчас мы как раз это и разберем. То есть сейчас мы разберем схему капитала, схему контроля над капиталом, в которой вы можете взять любую сумму. Ну, любую, понятно, что есть некие пределы, но если, допустим, у человека 100 долларов, мы даже сейчас разберем, что будет в этом случае. Мне абсолютно не принципиально, я могу здесь написать, что у нас 100 долларов. Просто вы сейчас поймете, да, вот второй вариант, да, напишем, что у нас здесь 100 долларов. Вы сейчас поймете, каким образом вот эти суммы вообще влияют на наш трейдинг. И вы сейчас поймете, почему слишком маленькие суммы, слишком маленькие, это тоже не всегда хорошо. То есть сумма должна быть, как я люблю говорить, значимая для вас, но не критичная. Сейчас мы к этому еще вернемся. Пока давайте разберем схему контроля над капиталом, и после этого, уже видя, как мы рассчитываем размер позиции, мы вернемся к тому, каким капиталом стоит работать. То есть, смотрите, вот по поводу долларов мы... То есть, давайте так, вот пока я объясняю то, что я сейчас объясняю, здесь вообще не принципиально сумма. А дальше я понял, что когда вот мы сейчас начнем тестировать, мы возьмем, к примеру, там, 500 долларов. Вот, то есть я смотрю, здесь у нас 300, 1000, 300, 500, ну, 500 возьмем, да. То есть сейчас пока... Сейчас на сумме особо не заморачивайтесь. Сейчас я объясняю, как вообще контролировать риск. И когда вы увидите, как контролировать риск, вы тогда привяжете это к сумме, и вы поймете, как привязать к сумме. Поэтому сейчас пока смотрим, что мы делаем. Смотрите, что у нас есть. Вход в рынок 13.80. И у нас есть потенциальный стоп. То есть потенциальный вход и потенциальный стоп 13.38. То есть получается, что... Так, где у нас калькулятер? Вот. Получается, что если мы заходим по 13.80 и срабатывает стоп, то вот здесь у нас получается значение... Вот это у нас значение 42 пункта в четырехзначной, либо, как я говорю, 420 в пятизначке. Почему говорю в пятизначке? Потому что метатрейдер показывает в пятизначке, когда мы измеряем движение. Где-то минимально возможное изменение цены. Да, то есть что у нас получается? Получается, что если мы купим по 13.80 или 13.800, дальше цена пойдет вниз и нас остопит по 13.38, то мы потеряем 420 пунктов. Это у нас пункты. А дальше, в зависимости от того, каким размером позиции мы заходим, такой у нас и будет убыток. В размере позиции мы всегда отталкиваемся от убытка. То есть тут тоже не всегда это люди осознают. То есть когда мы говорим про риск-менеджмент, мы всегда говорим о плохом, об убытках. О прибыли будем думать, когда подумаем об убытках. Понимаете? То есть здесь последовательность такая. Сначала контролируешь риск, потом считаешь прибыль. Если риск не контролируешь, то прибыль никогда не считаешь. Значит, далее. Следующий вопрос. То есть первое, что у нас есть, это мы планируем сделку. Трейдер, который торгует на часовом графике, абсолютно не важно, какая у него сумма, он вот пришел к выводу, что такие у него точки входа. Эти точки входа не привязаны к конкретным деньгам. Вы понимаете это, да? Что человек, который торгует на 100 долларов, может прийти к ему заключению, что вот покупать нужно здесь, а продавать вот здесь снизу. И человек, который на 100 тысяч долларов купил, у него та же самая сделка. Почему? Потому что анализ так подсказывает. А вот дальше наступает следующий этап. Трейдер задает себе вопрос. Самый неприятный вопрос, который задает себе трейдер, но который просто необходимо себе задать. Вопрос звучит следующим образом. Если цена пойдет против меня и сработает стоп, сколько я готов потерять? Сколько я готов потерять? Вот сейчас в чат напишите цифру, но напишите ее в процентах от изначального капитала. Не в долларах, не в рублях, а в процентах от изначального капитала. Вот еще раз, совершенно конкретный вопрос. Вот я вот даже вот сюда сейчас запишу. Размер позиции. Самый главный вопрос. Сколько я готов потерять? Пишу в процентах от капитала. В процентах от капитала. Если сработает стоп-лосс. Вот это самый главный вопрос. Вот в чат напишите, сколько вы готовы потерять в одной сделке, если сработает стоп-лосс. Сколько это? 1% или 0,5% или 5% или 25%. Сколько вы готовы потерять? Если сработает вот этот стоп-лосс. Так, вот у нас пошли ответы. Смотрим. Так. Что у нас тут? 10, 3, 2-5, 1-2, 2. Вот, в принципе, все ответы более-менее нормальны, кроме 10%. Почему? Потому что 10% это слишком много. Если терять 10% в одной сделке, то можно реально не дожить до периода прибыльных сделок. Вдруг пойдет период убыточных сделок. Вот. По поводу 2-3%. В принципе, главное правило, да, ну, скажем так, главный аргумент вот здесь. Во, 1-2 уже написали. Отлично. То есть, естественно, чем меньше, тем лучше, но зависит от стиля трейдинга. Смотрите, как это считается. Вот представьте, если мы в одной сделке теряем 1% капитала, и, к примеру, мы совершаем 10 сделок в день. Ну, вот мы такие активные трейдеры. Это значит, что же получается? Если вдруг все 10 сделок пройдут в минус, то мы потеряем 10% капитала за день. Представляете, как много? В этом случае мы уже не можем позволить себе терять 1% капитала в одной сделке. Если мы торгуем одну сделку в неделю, то, в принципе, можно потерять себе позволить 1%, можно даже 2% потерять. Понимаете, да? Что этот процент варьирует в зависимости от того, какой масштаб у нас, в принципе, торговый. Но, в любом случае, вот этот главный вопрос, сколько я готов потерять, это то самое главное, о чем мы думаем. то есть, если у вас торговля очень активная, вы можете задать себе такой вопрос, сколько я готов потерять за день? Или, сколько я готов потерять за неделю? И дальше уже от этого отталкиваться. То есть, если вы готовы потерять за день, ну, например, там, не знаю, 1% своего капитала, а у вас внутри 10 сделок, то вы будете терять по 0,1% капитала в каждой сделке потенциально, То есть, не больше этого. То есть, еще раз, в риск-менеджменте всегда контролируется плохая сторона трейдинга, то есть, убытки. Всегда делаете так, чтобы в случае наступления убытков вы теряли ровно столько, сколько сами себе можете позволить с точки зрения риск-менеджмента. Дальше уже включается психология, то есть, ваша терпимость к рынку. Кто-то легко переживает 10% просадки по счету, а кто-то там 5% если теряет, уже нервничает. и 10% просадки на 100 долларов это ни о чем, а на 100 тысячах долларов это уже более-менее, да. То есть, получается, что разные чувствительности. Ну, основной концепт, я думаю, ясен. И вот сейчас, поскольку у нас торговля, скажем так, хотя, что поскольку, вот к вам вопрос, да, вот вы знаете, у нас есть три входа, агрессивный, консервативный и умеренный. Вот давайте решим, вот сколько мы готовы потерять в одном входе. И вот сейчас еще одну циферку поставьте, то есть, допустим, там вот, что там у нас, один, ну, то есть, поставьте плюс там, и поставьте циферку, то есть, чтобы я отделял их, тот вот Мартин Гейл, то есть, например, там, плюс два, или плюс один, или плюс три процента. То есть, сейчас мы вот с этим риском будем дальше двигаться по нашей торговой стратегии. Плюсик, это еще раз повторюсь, просто для того, чтобы эти ваши значения в чате были не похожи на те значения, которые вы до этого ввели. Я понимал, что они относятся к этому вопросу. То есть, вот сколько мы будем готовы потерять в нашей стратегии. Дальше интересный комментарий, что если Мартин Гейл, то и 30, ну, Мартин Гейл вообще опасная штука. Не рекомендовал бы вам ее использоваться, можно использовать, можно обанкротиться. И вот те люди, которые написали 10 процентов, тоже советую вам быть очень аккуратными, по грани ходите, то есть, 10 процентов все-таки много. Кстати, у вас 100 тысяч долларов, вы в одной сделке готовы потерять 10 тысяч долларов. Это же можно за 5 сделок половину капитала потерять, то есть, очень, очень рискованная торговля. Я бы даже сказал, что сечение, это вопрос времени только. Когда эта череда обыточных сделок наступит, вы потеряете столько, много. Так, ну что ж, какие у нас тут варианты? Плюс 1, плюс 3, плюс 10. То есть, мы в итоге мнения разошлись. Коллеги, давайте подключайтесь, кто-нибудь еще поставьте, знаете, у нас есть вариант одним процентом рисковать, тремя и десятью. Еще какие-нибудь варианты нам нужны. Пока попробуем так сделать. так, ну-ка, сейчас среднее арифметическое. Среднее арифметическое 4,6. Если никто не ответит, то будем брать 4,6. Среднее значение. Еще раз, коллеги, вопрос, может быть, надо озвучить, что сейчас мы выбираем, какой риск на сделку, то есть, сколько мы готовы потерять от изначального нашего капитала в той стратегии, которую мы сейчас с вами на курсе создали. О, смотрите-ка, ну-ка, пошли плюсики, вот, пошли плюсики, может, просто задержка в чате была. 3, 3, 3, 5, 3, 10, 10, 0, 5. Так, ну, мнения разошлись, ну, давайте возьмем, так, 3, 3, 5, 3, я смотрю, больше всего, трешек, так, 10 у нас, раз, два, три, три десятки, и трешки у нас, раз, два, три, четыре, пять, ну, да, короче, три процента победили, поэтому, давайте-то возьмем три, то есть, в нашем, курсе, мы будем брать риск на сделку, три процента от изначального капитала, с этим определились, так, оп, далее, четыре там у нас, ну, да, в общем, короче говоря, пока в основном все к трем сошлось, давайте оставим три, на самом деле, вы поймете главную схему, после этого сможете подкрутить под любой риск на сделку, так вот, смотрите, что происходит, значит, вот здесь у нас 3 процента, да, то есть, вот уже теперь вместо знака вопроса у нас появляется 3 процента, и вот теперь смотрите, если у нас капитал, да, вот, кстати говоря, так, а, ну, ладно, это попозже, да, если у нас капитал 10 тысяч долларов, значит, 3 процента мы готовы потерять сколько? 300 долларов, правильно? если у нас капитал 100 долларов, мы готовы потерять 3 доллара, самое главное, что у нас есть вот эти цифры, теперь, вот тут у нас есть файлик тестирования, вот как раз вот тут мы вбиваем размер капитала, вот смотрите, если, к примеру, у нас, да, еще раз повторюсь, вот тоже, да, вот эти все значения, капитал и риск на сделку, пока не меняйте, мы вот здесь вбили, да, потом будем менять, значит, риск на сделку у нас 3 процента, и вот смотрите, что получается, если риск на сделку 3 процента, это 300 долларов, если у нас капитал 100 долларов, то у нас риск на сделку 3 доллара, и дальше мы просто считаем, где у нас вход, где выход, ну, вот эта таблица у нас рассчитана сейчас на шорт, но мы просто увидим минус, этот минус уберем, то есть, что происходит, представьте, что мы бы зашли по 13 800, вот, значит, у нас вход 1 13 800, а стоп у нас 1 13 380, так, похоже, нужно вот так сделать, так, 1 13, ой, не сюда, 1 13 380, то есть, что получается, что мы с вами, я сейчас пока вот так поставлю, что мы с вами зайдем по 13 800, а стопимся по 13 380, вот у нас табличка показывает нам 420 пунктов, то есть, это у нас размер стопа, единственное, что здесь он нам показывает с минусом, хотя реально должен показывать с плюсом, почему, ну, еще раз повторюсь, потому что эта табличка сейчас под шорт заточена, мы же у нас вот здесь-то по нашему тренду шорт будем проторговывать, вот, поэтому я уже ее сделал под шорт, но сейчас вот просто на минус не обращаем внимания, то есть размер стопа реально 420 пунктов, здесь с минусом отображается, и обратите внимание на размер позиции, то есть каким образом у нас в этом случае получается 0,71 лота, тоже на минус не обращайте внимания, смотрите на просто 0,71, каким образом, вот если бы мы с вами купили 1 лот, вот здесь, да, если бы мы купили 1 лот, вот здесь, и цена пошла против нас, какой бы у нас был убыток, минус 420 долларов, но мы-то не можем себе позволить потерять 420 долларов, мы-то можем себе позволить потерять только 300 долларов, и в этом случае мы должны заходить не одним лотом, а мы должны заходить 0,71 лота, то есть если мы зайдем 0,71, и сработает стоп 420 пунктов, мы как раз потеряем 300 долларов, то есть мы впишемся в наш риск менеджмент, понимаете, да, идею? Так вот, возникает вопрос, а что если вот, ну не 10 тысяч долларов, да, а вот, допустим, у нас 1000 долларов, то, соответственно, размер позиции, вот обратите внимание, это же все будет пропорционально меняться, то есть если у нас на 10 тысячах размер позиции 0,71, то, соответственно, на 1000 долларов 0,071, а теперь, если у нас будет 100 долларов, если будет 100 долларов, то размер позиции у нас должен быть 0,007, и вот тут мы сталкиваемся с проблемой, что брокер не дает нам возможность заходить размером позиции 0,007, а минимально он дает заходить 0,01. Так вот, если мы будем заходить 0,1, то мы потеряем в случае этого стопа больше, чем 3%. Следовательно, мы должны либо увеличивать риск на сделку, то есть поставив здесь 5%, видите, мы впишемся, но это уже увеличенный риск на сделку, мы уже рисковать будем больше, хотя на 100 долларах-то можно, понятное дело, рисковать, но нельзя приучать себя к неправильному риск-менеджменту, вы потом и на больших деньгах к нему привыкнете и будете так торговать. Так вот, видите, при 100 долларах риск на сделку надо либо увеличивать, либо надо уменьшать стоп-лосс, то есть если стоп-лосс будет, например, не 420 пунктов, например, не 13,38, а, например, 1,13, 1,13,59, то мы впишемся размером позиции в этот риск на сделку, но ведь тогда мы не впишемся в стратегию, то есть по нашей торговой стратегии мы-то с вами должны купить вот здесь, а продать вот здесь, то есть по 13,38, а мы должны ставить стоп 13,59, потому что нам риск-менеджмент не позволяет ставить больше стоп, и мы должны его вот сюда пододвинуть, то есть получается, что мы с вами торгуем уже другую стратегию, понимаете, то есть вот это очень важный выбор, который мы делаем, то есть если мы не вписываемся в риск-менеджмент, еще раз, есть только два варианта событий, мы либо уменьшаем стоп, либо увеличиваем риск-менеджмент, увеличиваем риск на сделку, в любом случае это плохо, почему? Потому что увеличение риска ведет к потенциально большим убыткам, а уменьшение стопа изменяет торговую стратегию, как следствие вы говорите, ну все, на часах торговать не могу, это слишком для меня большие стопы, полезу я на пятиминутку, на пятиминутке стопы поменьше, но на пятиминутке там и ахтунг происходит, вон какой, то есть можно, и вы начинаете терять за счет большой волатильности, вот, поэтому слишком маленькие депозиты тоже не рассматривайте, пусть у вас хотя бы там, ну если уж вы торгуете на маленьких деньгах, ну хотя бы 200 долларов, то есть чтобы вы в риск-менеджмент вписывались, смотрите, что такое 100 долларов, это вот 3% даже нельзя проторговать, то есть вот при нашем стоп-лоссе, а это у нас еще стоп-лосс, знаете, такой еще гуманный, мало ли там, какой стоп-лосс покажет стратегию, ведь у нас в принципе может быть стоп-лоссе, ну не знаю, 800 пунктов, если трендовая стратегия, вдруг там какие-нибудь выбросы серьезные, да, мы-то должны вписаться в стратегию, вот, ну я надеюсь, это понятно, да, что обязательно, вот соизмеряйте, вот именно по этой причине, то, что сейчас я показал, да, вот маленькие счета тоже не прокатывают, если у вас 100 долларов, вам, ну тогда вот вы говорите, ну ладно, была, не была, поставлю здесь 10%, ну конечно, а дальше что получается, у вас, представьте, если вы потеряли, у вас в следующей сделке уже, например, осталось там, сколько, ну там если, 90 долларов, да, 90 долларов, и вам уже еще меньше, уже там 10%, это уже 9 долларов, да, то есть до этого было 10 долларов, а теперь 9, вот такая штука, если там 500 долларов, то в принципе вы уже вписывайтесь, видите, то есть в данном случае у нас получается, что мы можем заходить, причем обратите внимание, что размер позиции, например, перед 500 долларов, 0,036, и вот в этом случае вам придется округлять в меньшую сторону, если вы округлите в большую, ведь вы не можете зайти 0,036, вы можете зайти либо 0,03, либо 0,04, если зайдете 0,04, вы увеличите размер, вы увеличите риск, потому что в случае срабатывания стопа вы потеряете больше, чем 3%, больше, чем 15 долларов, следовательно, вам нужно уменьшать и выбрать 0,03, почему, потому что брокер не позволяет третьим частом в размере позиции, и поэтому вам придется торговать вот так, либо 0,04, но это неправильно, 0,03, округлять в нижнюю сторону, вы понимаете. Так, есть же центовые счета и из 100 долларов там 1000, либо так. Сергей пишет, а именно так и есть, сейчас пытаюсь торговать на пистолетовом институте, в итоге вылетаю по стопам уже месяц, на одном уровне сижу. Ну вот, Сергей, вы абсолютно четко понимаете. Смотрите, да, можно, вот, можно открыть центовые счета, можно заморочиться, то есть, коллеги, можно все это сделать, бесспорно. Но тут я вам сразу скажу еще такую вещь, что, вот, помните, мы хотели поговорить о том, что есть еще такое понятие, как, вот, какой размер счета выбрать, да, вот, размер счета должен быть таким, чтобы, во-первых, эта сумма потенциально, вы должны быть готовы ее потерять, вдруг у вас не заладится, и вы потеряете, то есть, эта сумма не должна влиять на вашу цель жизни. Нельзя там продавать квартиры, нельзя брать кредиты, нельзя брать долг у родственников, потому что, если потеряете, потом замучитесь отдавать. Вот, но сумма при этом должна быть значима, то есть, если 100 долларов для вас сумма значимая, работайте с ней. Если сумма 100 долларов для вас, ну, как, не то, что незначимая, понятно, что не бывает совсем незначимой, суммы но если для вас сумма так скажем вообще нечувствительна у вас не будет ответственности то есть допустим для человека 100 долларов он там может это ресторан ходит на 100 долларов он приходит на рынок черт господи 100 сейчас я тут раз раз там не по ну и все не получилось ну давай еще 100 долларов знаете и вырабатывается привычка как бы безответственной торговли понимаете о чем я поэтому не стремитесь совсем вот самых самых минимумах начинать но я думаю про то что центовый имеется ввиду про вот этот про вот эти наносчета сейчас где тут у нас так платформа вот на на mt4 вот и из лиценз 0 cents фиксированная валютные пары фиксированный там спред и так далее ступал 10 процентов вот валюты депозита один ведь ладно поэтому сейчас не будем вот то есть на на mt4 скорее всего проект имеет ввиду про этот счет то есть короче говоря можно изгаляться но лучше вот так сказать вот от ну отталкиваться хотя бы от 0 0 1 ну хотя бы уже от 0 0 1 понимаете ну вот хотя бы хотя вот в принципе знать какая вот самая такая адекватная сумма который вы будете достаточно серьезно относиться это вот величина зарплаты ну если вы работаете по найму и там величина месячного денежного дохода но имеется ввиду именно дохода не денежного потока то есть то что состоится после уплаты расходов а именно денежного прихода короче то есть если вы там за бизнес вас инвестиции у вас вот приход есть некий в месяц вот то есть та сумма которая вот вы понимаете что вот допустим зарплата или такой приход да что если вы вдруг вы потеряете это не повлияет критично на ваш бюджет то есть ну вы просто так сказать месячную зарплату потеряли но это неприятно но не критично да то есть вы все-таки так сказать не годовую зарплату потеряли да вот но это будет добавлять ответственности вы будете очень ответственно работать с этими деньгами поэтому то сходя из этого считайте я думаю мы здесь возьмем давайте 500 как и хотели и будем вот размер позиции то поставлю трехзначный чтобы вы понимали да вот где чего куда округляется значит с этим разобрались с размером позиции все понятно я надеюсь так а где у нас тут у нас вот так понял так риск на сделку по поводу дневника сделок сейчас мы будем в тестировании все это показывать буду комментировать значит и того что мы имеем у нас есть счет 500 долларов у нас есть риск на сделку 3 процента и мы будем с вами торговать по нашей стратегии так а сейчас посмотрим подождите знаете чего-то нам нужно понять это все у нас будет изменяться в соответствии с нашей торговлей и вот мы сейчас отматываем на вот непосредственно наш наше начало мы будем с вами идти по одной свечки то есть вот представьте вот у нас вот в этот день начался тренд и нам у нас есть вход да я напомню что у нас есть три входа либо вот касание ценой нижней границы канала это вход в шорт это вот по нашей модели которые на курсе разбираем мы же мы сейчас будем short рассматривать почему потому что у нас тренд нисходящий и порысаю по мы сиди и мы рассматриваем только сделки в шорт и выход из шарта тоже нас вы здесь интересует так сейчас четко подтормаживает так все и сейчас мы будем тестировать последовательно наши входы последовательно тестирование позволяет не запутаться поэтому будем двигаться вправо вы представляете да вот мы трейдеры у нас тренд нисходящий напомню что тренд мы с вами определить по дневному графику мы в качестве тренда решили использовать то что гистограмма понижается когда повышается тренд восходящий вот мы поняли что вот непосредственно там идет отметили вертикальной линии да вот этого дня у нас тренд нисходящий раз нисходящий нам что нам разрешен только short если разрешен только short значит мы можем заходить в short of long нам запрещено и мы будем придерживаться только шортовых входов ну и дальше просто будем двигаться вправо на один бар и смотри что происходит вот сейчас мы ну естественно оценивать ситуацию да то есть что получается вот мы с вами заходим по касанию и вот в этой точке 6 5 16 21 мы заходим у нас получается 6 5 16 21 и у нас появляется вход конкретный заходим мы по нижней границе канала 1392 11 1392 стоп лосс у нас где помните мы договорились что стоп лосс у нас это 36 канал когда от формирует вот эта свечка так называемый гост бар призрачный бар его считаете его еще нет он только формируется поэтому показания индикаторов есть с предыдущего бара поэтому вот здесь у нас реально показание индикатора 1493 это стоп обратите внимание как у нас огромный стоп видите то есть у нас стоп в данном случае по консервативному входу получился аж тысячу пунктов фигура это очень приличное значение если там будет 420 здесь фигура и вот почему так важно да вот какой у нас счет если представьте 100 долларов мы уже зайти-то не можем заходить 003 но если только на центовых счетах да вот размер позиции 0.015 ну представьте да что вы открыли вот этот самый центовый счет и можете зайти 0 015 тогда да если не можете вам придется округлять меньшую сторону значит округлить недостаточно приличный размер позиции но мы представляем что можем зайти таким размером позиции чтобы нам видеть динамику и соответственно этот выход был фиксировать дальше что происходит мы поставили стоп и ждем чего мы ждем мы ждем того что цена да вот здесь у нас вход можно отметить например вертикальной линии давайте там сказать у нас будет синяя вертикальная линия и пусть она будет вот такая ну да и кстати говоря пускай она будущем такая вот мы знаем что мы на этой свечке за шортили дальше чтобы не происходило нам уже на это все наплевать потому что у нас есть выход по верхней границы канала по 36 дэнчи она значит напомню что мы с вами не ставим take profit почему потому что мы понимаем что тренд может развиваться и мы хотим так скажем стоять в тренде и пока он развивается пускай у нас канал тащит этот стоп лосс направление тренда если у нас будет примеру там выход по каналу мы выходим какую-то верхушку тренды всегда отдаем но что делать как говорится если как говорится уже вам там хочется тестируйте модель стоит профит и в данном случае у нас трендовая торговля трендовая модель я вот так профит ставить не буду будем тянуть канал то есть вот нас вот этот канал даму здесь поставили стоп лосс и вот тут мы его уже переставляем то есть то плюс у нас вот так вот движется за ценой сейчас он уже вот здесь сейчас уже он опустился вот сюда еще опустился вот здесь вот и вот здесь мы выходим видите кальну у нас вот этой соплей мы выходим когда сопляет идет наверх мы вот задеваем верхнюю границу канала 11409 11409 ведь что получается что у нас вход здесь снизу был канал тренд не развивается да мы стопимся стопимся мы так стопимся мы на 170 пунктов то есть это вот это расстояние вот отсюда точки входа до точки выхода естественно что еще есть какие-то проскальзывания но пока вот мы это не можем учесть потому что мы тестируем так сказать на исторических данных видишь там была цена мы предлагаем что мы там зашли у нас получается результат в деньгах то есть у нас есть результат в пунктах 170 есть размер позиции результат деньгах это мы берем результат в пунктах умножаем на размер позиции и получаем сколько мы потеряли в деньгах и баланс то есть это изначально сумма плюс результат это у нас консервативный вход вот такая у нас тема консервативный вход на что стоит обратить внимание что если изначально обратите внимание у нас стоп был тысячу пунктов и мы готовы были рискнуть там 15 долларов то потом канал подтянул наш стоп и мы потеряли 170 то есть 170 пунктов либо там два с половиной доллара то есть мы так сказать потеряли значительно меньше чем потеряли бы если бы изначально вот сработал стоп цена пошла против нас это хорошо в силу того что мы уменьшаем убытки значит мы вышли далее что далее нам нужен нижний канал снова нам необходимо зайти на пробой нижней границы канала обратите внимание на такие вещи вот здесь кажется что мы зашли на самом деле мы не зашли почему потому что это бар призрачный он формируется пока он формируется у нас реально есть показания индикатора вот здесь вот на этом баре вот мне не 1387 а здесь минимум 1387 и 5 то здесь буквально чуть-чуть не хватило вот до этого значения а тут у нас до значения сейчас подождите тут 13 ну да видите 1387 а у вон лову смотрите у свечки 1387 и 5 то есть чуть-чуть не хватило но вот именно как бы не позволяйте себя в этом плане рынку обмануть как тестируете именно да тоже кажется что он коснулся и мы здесь вышли на самом деле сначала бар формировался потом он закрылся потом когда он закрылся канал чтобы подвинулся и поэтому он на этом значении но и естественно если цена дальше будет вниз мы уже вот по этому минимуму конечно зайдем ну собственно что если происходит да то есть вот тут у нас осуществляется вход вот по этой цене как раз по минимуму 1387 так 1 1387 это у нас дата 12 5 16 14 00 12 5 16 14 00 1387 стоп стоп у нас вот здесь сверху по 3 что мой канал 1 1446 так размер стопа что нам посчитать мы должны протянуть формулу дальше протянуть размер позиции результат в пунктах результат в пунктах результат в деньгах так баланс потом посчитаем это у нас тоже консервативный вход здесь у нас стоп уже поменьше 590 пунктов так и размер позиции так а размер позиции нужно немножко формулу так е2 у нас должна быть такая формула такая формула и у тебя протягиваем вот видите 0.0 25 выход зашли ждем выход потом становите пошла наверх но самое главное что не дошла до 100 плоса дальше канал видите подвигается то есть мы идем сюда цена идет вниз все время вот мы здесь двигаем стоп по каналу когда цена пришла сюда видите у нас уже защищенная область то есть мы уже не потеряем естественно будет соблазн здесь прикрыться сейчас мы этого делать не будем в том плане что у нас как бы есть такая жесткая модель до будем так делать четко по модели но в реальности до будет происходить так что трейдер будет прикрываться а почему потому что есть некая динамика есть несколько валютных пар по одной получил прибыль по другой убыток если в совокупности трейдеры все устраивает он выполняет свой финансовый план ну например там вас цель там за 10 процентов в месяц заработать и вот там тренды пошли вы видите прибыль 10 процентов в месяц то трейдер вполне может решить что ему нужно просто в текущей точке закрыться зафиксировать 10 процентов прибыли до конца месяца больше не торговать либо вы закрываетесь а потом к примеру если то есть выполнили свой финансовый план но если потом цена пошла например вот наверх да вот сюда вот она пошла выше и вы понимаете что вы закрылись реально лучше то потом когда возникает уже новый сигнал вы можете например и снова зайти почему потому что вы понимаете что если бы вы вот подождали бы вы бы эту прибыль бы отдали рынку то есть вы не выполнили финансовый план вы бы заработали меньше но поскольку вы все-таки так скажем получили некий бонус то вы позволяете себе больше рискнуть но это вот психология тоже управление позициями пока мы этого не делаем нам нужно просто сейчас понять основу то есть так сказать построение стратегий и как их оценивать смотри какая узкая волатильность это уж кого эти не сейчас там и в тренд выходим но самое главное нам верхняя граница канала почти коснулась оплотно пожалуйста сопля пришла сюда и вот мы выходим один 1342 один 131342 привет чтобы я все верно писал он потому что мало ли там можно чинить этом запятую купить пропустить и так далее значит вот на что получается 1342 зашли 1387 1342 вышли 1144 заработали значит баланс у нас какой баланс нас вот такой это предыдущие значения плюс текущий результат это консервативный вход следующий вход если мы здесь остопились что нам делать нас много нужно ждать входа по нижней границе оксана спрашивает что правильнее ставить себе план прибыли в деньгах или количество прибыльных сделок в день конечно план прибыли в деньгах я бы даже он так сказал я немножко об этом позже скажу когда мы закончим тестирование но я вам так сказал что количество прибыльных и убыточных на это вообще можете закрывать глаза главное сколько вы зарабатываете в деньгах я вам после этого покажу статистику трейдерскую вот с того счета который могут аналитическом обзоре ведем это в общем не только с этого счета это в принципе статистика трендового трейдера что в этой статистике у нас было 30 процентов прибыльных сделок и 70 процентов убыточных понимаете 30 всего лишь 30 процентов прибыльных и мы заработали сколько заработали я покажу вам когда буду показывать но мы заработали столько что если каждый месяц только зарабатывать то можно купить не только себе bentley еще и подруге другу и там родителям вот то есть абсолютно него как важно конечно отношения но не гонитесь за тем чтобы количество вот я же может быть скажу страшные вещи для трейдеров начинающих да но это реалии не гонитесь за тем чтобы количество прибыльных сделок было больше чем убыточных не гонитесь за этим в трендовой торговле у вас количество прибыльных сделок будет меньше потому что пока вы тренд щупаете вы теряете но вы теряете по чуть-чуть и представьте если у вас 100 убыточных сделок по доллару ну потеряли 100 долларов а потом там одна прибыльный сделок на 1000 долларов вы в сумме заработали 900 и в итоге у вас 100 убыточных на прибыльные новые зато заработали 900 долларов пойти ну это пока не будем забегать вперед но это очень важно количество прибыльных сделок а представить если у вас там по 10 центов прибыльные сделки не надо именно план прибыли в деньгах если вы заработали там два столь на процента в неделю в месяц зарабатываете 10 процентов у вас доллара еще писать и 10 процентов в месяц в долларах да если он будет так стабильно управлять вас вам любой банк даст 100 миллионов долларов скажет и такое продолжение 10 процентов в месяц делать а скорее всего даже еще и подкрут вам риски потому что будет считать что слишком рискованно скажет мне надо 10 да и давай два в месяц и все только стабильно и главное без возможности все потерять ладно это было революческое отступление очень важно этому попозже поговорим об этом значит вот у нас нижней границы снова дождем вход я вот подготовлю пока линию да вот у нас будет пробой нижней границы вот здесь кстати он наступает у нас здесь новый вход 1301 1 1301 стоп 1348 так дата это у нас 18 5 4 так выход по верхней границы канала напомню да что вот здесь у нас стоп лосс соответственно надо выйти вот цена развивается здесь снова появляется соблазн выйти вот в любой момента как только цена замирает и это больше фигуры прибыли вот ровно фигура от будет согласно закрыться это абсолютно точно а дальше за все зависит от вашего так стать управления позиций так вот канал резко видите приблизился к цене опыт сопелька наверх раз и выходим по 1229 1 1229 вот у нас 720 пунктов 0032 лота размер позиции я напомню что мы рискуем тремя процентами кстати говоря мы рискуем от изначального капитала да это мы тоже немножко потом с вами я думаю подрегулируем получается что на размер позиции считаем каждый раз рискуя тремя процентами от изначального капитала ведь на самом деле с капитал менялся был 497 потом 508 в данном случае это не будет слишком сильно фигура фигура это 1000 пунктов кто говорит 1000 кто то есть пятизначной системе 1000 пунктов эта фигура в ну то есть грубо говоря когда игры фигура ты играют тысяч прибыль 1000 пунктов тоже термин такой классический так что же следующий вход нам нужен вот здесь мы вышли дальше вот здесь сопелька смотрите раз это у нас 23 5 16 11 23 5 16 11 значение 112 так сейчас что-то у меня а все заработало так 112 0 4 стоп 1 12 42 стоп 380 видите большая волатильность опять таки вот про фигуру прибыли да вот смотрите а вот пока 700 пока не будет желание закрыться а вот пожалуйста сопелька наверх раз у нас здесь верхняя граница канала выходим по 1175 290 консервативный вход так далее снова ждем пробой нижней границы нижней границы нижней границы поднимается красная об и вот здесь пробили 27 516 1500 27 516 00 600 так вход 1158 стоп обращая внимание кстати говоря что вот на любом из этих стопов 1000 пунктов 590 мы в любом случае если бы он сработал потеряли бы всего лишь один процент капитала понимаете вот в чем размер позиции играет роль то есть изменяя размер позиции 0 15-15 видите стоп побольше размер позиции поменьше стоп поменьше размер позиции побольше вот еще меньше еще больше размер позиции это абсолютно нормальная практика так дальше что у нас где у нас вот здесь тоже вот здесь тоже видите не задело его потому что работа привычный бар у нас изначально вот тут находился стоп но вот здесь задело вот сопелька 1154 видите совсем малюсенькая прибыль дальше снова ждем пробой нижней границы канала вот здесь кольнуло это у нас 1 6 16 1 6 16 так а сколько там время то у нас было три часа так цена одиннадцать двадцать один одиннадцать семьдесят три вот здесь сразу видите вот это самая такая неприятная сделка только мы зашли потащила наверх и остопились 1173 вот здесь тогда мы потеряли вот эти самые 3 процента от нашего капитала видите 15 долларов отдали вот здесь вышли а ну и вот здесь у нас видите заканчивается восходящий тренд то есть когда гистограмма не сиди поднялась все вот здесь с этого дня тренд нисходящий кончился и мы перестаем принимать сигналы на вход вот у нас что получилось 6 мая теперь уже можно окинуть взглядом да вот нашу торговлю вот наш тренд вот но вот с этой вертикальной линии вот до этой соответственно что у нас получилось нужно оценить да то есть мы начинали с 500 долларов была просадка вот что нам важно в принципе да так диаграмма вот пускай вам пускай будет такая вот наши диаграммы смотрите что нам важно что мы с вами начинали с 500 долларов немножко ведь уходили ниже 497 потом росли потом была просадка то есть фактически вот сейчас для нас вот этот последний выход он самый такой неприятный из до этого у нас были прибыльные сделки сейчас мы вот попали в убыток значит отдельно нам нужно зафиксировать что отдельно нам нужно зафиксировать вот здесь консервативный вход здесь были писать в абсолюте но просто в силу того что у нас так скажем демонстрация то есть чтобы быстрее все это сделать то есть 497 48 497 получается минимум минимум 497 48 так максимум 544 38 это вот динамика да то есть волатильность нашего капитала реально прибыль у нас какая это по итогам да по итогам 500 то есть 29 38 29 38 долларов так значит это у нас тоже все в долларах так и просадка что такое просадка вот смотрите вот у нас было максимум 544 а мы просели на ах что же мне нравится так это минус это на 15 долларов но в данном случае это одна сделка здесь могла бы другая цифра да получается что у нас пока что максимальная просадка это 15 долларов далее что как можно оценить значит мы заработали получается 30 29 долларов но почти 29 долларов да то есть у нас скажем так за месяц но фактически 6 мая по 1 июня была получена прибыль 30 долларов ну чуть более 5 процентов в принципе скажем так результатик нормальный кажется что это конечно все мало потому что всего лишь 29 долларов но самое главное смотреть не просто на абсолют а на проценты да то есть мы в процентах обратите внимание движемся достаточно серьезно то есть мы с вами он и 544 у нас было да то есть мы вот здесь почти десять процентов заработали вот здесь то есть мы понимаем что при таком риске три процента да ну в общем то в месяц можем заработать а при этом это смотрите какая сделка от которая 27 мая открылась это вот касаемо уже немножечко забегаем там философию управления позициями так это которая 27 это где вот она вот смотрите вот очень интересная картина как раз вот я ждал что такой момент будет приятный в плане и новой информации но я надеюсь для вас это новая информация интересно да вот смотрите это сделка которая была 27 мы закрылись по 1154 вот по 1154 и вот поймите да что мы зашли вот здесь зашли вот здесь вышли вот здесь у нас при этом результат сколько там 40 пунктов до 40 пунктов всего лишь вот она же зашли здесь а представьте что было вот здесь внизу ведь это же мы вот тут-то всего лишь зафиксировали 40 пунктов а вот представьте вот отсюда когда цена была вот тут например начала расти вот давайте оценим вот мы увидели вот этот бешеный рост бешеный по сравнению к тому падению которое было сколько вот здесь у нас закрытие 1118 вот давайте представим что мы к примеру вот мы даже не закрылись а мы просто смотрим и цена находится не на уровне 1154 где мы вышли вот здесь 1154 а вот здесь вот например close 1118 просто оценим 1111 18 то вот в этой точке видите мы видим прибыль 53 доллара а если взять самый минимум это я сейчас специальные должны не менее хотя бы здесь закрыт вот тут например закрытие да 1004 ой не 10 вот здесь ну-ка закрытие 1104 вот 1111 1104 здесь вообще было 557 то есть 57 долларов прибыли вот вы представьте да что мы вот смотрим на свой счет и мы вот здесь вот в этой точке вот в этой видим прибыль там если 57 долларов да то есть почти 60 долларов это у нас уже прибыль там 11-12 процентов колеблется по счету и это кстати говоря при условии что мы начали торговать 6 мая а это 30 мая то есть естественно у нас будет соблазн закрыться здесь потому почему потому что план месячный выполнен 10 процентов капитала если мы сделаем конечно у нас будет эйфория потому что цена пошла наверх мы понимаем что по стратегии ну да поискакте чисто вот как робот мы так механически торгуем ну прямо здесь бы вышли бы да но мы бы потеряли всю вот эту прибыль и выходим то мы в итоге я сейчас обратно то все верну да как и должно быть вот здесь мы будем тогда находиться на уровне так 1154 у нас до выход да 1154 вот он 1154 то есть тут уже меньше десяти 44 доллара там было 57 понимаете то есть мы уже понимаем что мы вышли гораздо лучше чем грубо говоря ну просто жесткое такое так сказать автоматизированное действие вот в этом плане мы опередили стратегию конечно мы выполнили план закрылись все и до конца месяца расслабляемся но это уже понятие тоже искусство это уже ближе к искусству потому что знать где закрыться а вдруг она ниже пойдет но если вы выполнили финансовый план вам в принципе не важно какая разница выше ниже если план выполнил если стабильно зарабатываешь в месяц 10 процентов какая разница куда он там ходит главное что ты зарабатываешь и самое главное риск контролируешь видите у нас риск есть четкий и при этом обратите внимание он только один раз реализовался конечно в торговле когда будет боковик он будет реализовываться чаще естественно вот то есть сейчас нужно понять что мы сейчас это это не играли это просто пример стратегии то есть мы сейчас торгуем ее по тренду когда будет боковик у нас будут стоп-лоссы мы будем терять и это будет неприятно и потом когда будут такие моменты мы естественно будем управлять вручную позициями когда где-то там остопились а вот тут там раз цена пошла мы думаем ага ну чё надо закрываться потому что покрыл убыток заработал план прибыли все вот так это будет выглядеть то есть будет происходить управление но пока мы не забегаем вперед мы пока вот идем по пути вот такого скажем последовательного действия именно по этой причине что когда вот у вас есть роботы вот тоже поймите одну важную вещь нельзя просто вот взять робота и просто начать рубить бабло робот это просто ваш помощник это то же самое что взять помощника в бизнес и отдать ему руководство компании понимаете то есть роботы это просто помощник который освобождает вам время но вы будете сирнув принимать решение вы будете думать и оценивать где закрыть как закрыть передать е на spoliro прибыль по доллар и иене там где-то больше где-то меньше кто-то убыток вы будете оценивать принимать решения уже на уровень так скажет своего собственного видения рынка а не просто запустил робота уехал на бали там приехал но потом чё с этим делать совсем да вот поймите вот самое главное что Главное не вешать розовые очки То есть сейчас мы разбираем принцип и подход к тому, как создаются модели, как они тестируются. То, что мы сейчас в тест зашли, это, знаете, мы так еще только размялись пока. Почему? Потому что сразу, смотрите, у Михаила возникает вопрос, а можно сравнить разницу с выходом по каналу 48? Можно, только надо сначала протестировать. И поэтому в итоге, естественно, сейчас мы делаем ручное тестирование, потому что мы учимся. Понимаете? А в реальности есть программное обеспечение, то, что там у MetaTrader позволяет тестировать. Есть другое программное обеспечение, которое тоже позволяет тестировать. То есть тесты вы проводите компьютеризированные, но ручное тестирование ничто не может заменить. Основную модель, стратегию все равно нужно проверить вручную, потому что вы видите, как она живет. Когда вы просто тестируете роботом, робот вам протестировал, показал, а вы даже не знаете, что там происходило. Может, там такая ересь, что или нормальный человек никогда не проторгует. Вот такая картина. Оксана спрашивает, ведь целый день не будешь сидеть у экрана? Конечно, не будете. Поэтому нужны роботы. Поэтому роботы помогают. Я просто к тому, что вы периодически будете заглядывать, видеть картину. Вот здесь же у вас часовой график. У вас здесь, вон там, у вас будет падение, да. Там, допустим, конечно, здесь ночью все это происходит. Естественно, вы вряд ли будете видеть, да. Но потом, когда вы, допустим, тут у вас там 9 вечера, там, может, вы после работы пришли, заглянули, посмотрели, да. Ночью вы проснулись, там, вот 8, там, днем, утром встали, 9, 10, вот там, 11. Вот здесь вы будете, вот на этой всей болтанке вы будете принимать решение, выходить или нет, понимаете. То есть, естественно, вы не будете каждый час принимать эти решения. Вы будете их принимать в каких-то ключевых точках. Проснулись, открыли рынок, так, где у нас, ага, вот здесь. Ну что, закрываться, нет? Ну вот, ладно, еще подождем. Или там, план выполнили, заходим. Опять-таки, есть роботы, которые контролируют счет. То есть, стоит условие, если прибыль достигнута 10%, закрыть все позиции, убрать ордера. Все. Ну, ладно, если вы здесь ночью достигнута эта прибыль, вы проснулись, утром открываете, у вас 10% зафиксировано, все закрыто. То есть, это все, так сказать, процесс. Что ж, коллеги, в принципе, тогда на этом все на сегодня. Завтра продолжим тестировать, продолжайте вопросы задавать в файлик. Домашнее задание, в принципе, мы пока с точки входа, с направлением тренда разобрались. Какие-то вопросы возникают, любые, можете их смело задавать. Ну, что ж, тогда на сегодня мы с вами закончим. Приходите завтра, продолжим разбирать нашу торговую модель. До встречи. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok